Друзья, всем привет! Мы продолжаем играть с модами Пирия, Пирия 2 и модом Гранд Хант на карте Кристальные Острова. Приятного просмотра! Я продолжаю на базу носить всякие разные ресурсы, которые пригодятся нам для большой стройки. Стрим планируется в воскресенье примерно в 12 в час дня по МСК. Пока что все нормально, ничего не отменяется и не планируется. Более точное время я сказать пока что не могу, но скорее всего утром в воскресенье я сделаю оповещалку. То есть появится превьюшечка стрима и вы уже увидите во сколько он точно начнется. У кормушки опять появился вот этот дурацкий зеленый радиус, который не отключается, потому что вот шоу Feeding Ranch у нее есть. Это выглядит вот так. Давайте отключим. Что я могу сделать по этому поводу? Давайте попробуем ее переустановить. По-моему это какой-то странный баг. О, луч, причем эпичный. В котором что? В котором Death Striker? Нет, давайте обойдем его. Хитиновые перчатки, слушайте. Там что-то легендарное. Когда я вижу что-то легендарное, я очень хочу это забрать. Выкидываем, выкидываем. Палатку выкидываем, все остальное забираем. В комментариях мне подсказали где найти серу. Я попытался, честно попытался, но ее там нет. Вот сейчас на экране скорее всего появится картиночка. Карты ресурсов кристальных островов, на которых будет вот только три точечки. И все эти три точки находятся возле вулкана. Я туда полетел. Вдоль и поперек этот вулкан, вот в том месте, где они на карте обозначены, нифига не могу найти. Есть такой момент, что на этой карте некоторые ресурсы видоизменены. То есть камушек может быть красным, там как раз красный район, деревья там всякие желтые, красные. Может быть и месторождение какого-то другого цвета. Но я поискал, постарался как мог и не нашел. Не получилось. Мне ж могла. Если вы знаете где это точно, может быть кинете мне координаты. Я буду очень-очень этому рад. Сера, естественно, нам нужна в первую очередь для крафтов из моды Пирия. Насколько я помню, она где-то здесь используется. Да, вот она, сера. Причем в огромных количествах. Но для сборщика фекалий нам понадобится только бензин. Потому что это мод Super Structures, а не S+. Вот в S+. Используется пропеллентом. По-моему, в Super Structures используется бензинчик. Да, наверное, где-то здесь будет стоять. Так, аккуратненько. Обесточено. Use gasoline to fuel. Что у нас с бензином? 100 штук. Окей, я думаю, с головой хватит. Я не знаю, как быстро он расходуется. Но я надеюсь, что 100 штук это надолго. Активировать. Пожалуйста. Сразу настраиваем Pup Option. Стоп человек, стоп маленькие. Там есть три какашули уже. Погнали, заберем каких-нибудь скоробейчиков. Скоробей здесь тусуется возле термитников. Вот вижу, одного 55-го. Надо загреть всякую разную гадость на себя. Перебить ее и потом спокойно приручать скоробея. Все. Ну-ка. Досвидули. По-моему, я убил одного. А нет, просто сидит. Блин, я его, по-моему, загрел. Не по-моему, а точно. Пока он отагривается, можно здесь немножко почистить. Вот раз. Вот. Два. Скоробей. Есть скоробей. Отлично. Где моя самая большая какашка? У меня больших нет, средние все. Пожалуйста. Тебя отсвистываем, отправляем домой. Ну, где он? Успокоился? 55-й сидит на одном месте. Держи какашку. Еще один приручен. Отправляем домой. Меня не зацепило. Термитничек. Блин, я убил скоробея. И причем не специально. Печаль печальная. Все термитники я порушил. Не осталось теперь только ждать, пока отрезается. А когда не отрезается, непонятно. Я вспомнил, где есть еще термитники. Вот там, возле горы. Я, кстати, еще один вижу здесь. Как бы не убить скоробей, если он там есть. Так. Термитник развалили. Ну, Геларагарин. Сотый, к сожалению. Слушайте, это какой-то заброшенный термитник, что ли? Да, в нем никого. Альфа-артроз 20-й. Я вот не знаю, из них что-то падает. Ну-ка. Если честно, побаиваюсь к нему подходить. Ух ты, зараза какая. Я в него попал, что ли? Почему он прибежал? С него ничего, что ли, не падает? А, изученная Текан Грамма Хай Эликсир. Круто. Меня подожгли. Вот оно, это место. Здесь целая куча термитников. И все они походу нарисованы, да? То есть, это не то. Нам подсунули муляж, ребята. Валим отсюда. Сбегал домой, взять еще какашку. Заодно взял кирку. Давайте все-таки проверять. Это песок. Обидно. Обидно, досадно. А это... Камень. Обычный камень. Я в душе надеялся. Ну, не особо-то было и похоже, но все-таки попробовать стоило. Как-то странно, на самом деле. Здесь были обычные виверны. Вот с той стороны горы есть пещерка такая. Ну, не пещерка, а скорее грот. И там были обычные виверны раньше. Сейчас там только кристальные. Из кристальных виверн сульфурм, ну, серый, не падает. И на всей карте вот одна точка, где есть месторождение, которое практически невозможно найти. А вот про него мне тоже писали в комментариях, что нужно убить его как можно быстрее. Не знаю почему. Надо попробовать. Может быть, с него что-то падает. Тихо, тихо, тихо. Убивать я его буду долго, судя по всему, да? По 246. Ну, недолго, но придется попотеть. О, у меня стамина закончилась. Конечно, ауры сикера-то незаменимое существо. Просто незаменимое, ни с чем не сравнимое. Во, как хорошо пошло-то в спину. Ох, там четко. Главное, чтобы сейчас никто не застилил этот фраг. Будет обидно. Есть. Изучена тег грамма. Апгрейдит пириан каркинос седл. Блин, если бы я мог еще приучить пириан каркиноса, было бы вообще хорошо. А что с него упало? Ну, два уровня дали. Ничего особо и не упало. Так, грамма. Дролеон гем. Амана слиток металла. Здесь ходит лич. С личом я сейчас, наверное, не справлюсь. А вот здесь ходит каркинос пириан. Дерется, по-моему, сейчас с гидрой. Написано, что приучается пассивно. Но, скорее всего, его надо тоже приучать при помощи вот этого зелья. Пьешь зелье, подходишь, кормишь. А сколько ему надо? Огромная куча мумий. Просто огромная. Помог немножко червю. Чуточку совсем. В принципе, при огромном желании я бы мог с личом подраться. Я не помню, он только мумий призывает или виверн тоже. Вот это, конечно, вопрос. Ой. Ой, как больно было. Это гидра сделала. Жескач. Просто жескач. Посмотрите на здоровье персонажа. Ну, лич, естественно, убьет гидру. Там даже можно не думать. Я думаю, знаете что? Можно сделать, наверное, вот эти зелья и пойти попробовать приучить каркинос. Раз уж мы можем сделать супер какое-то крутое седло. Единственное, где взять дриллион гем, это, конечно, вопрос. Может быть, надо его приручить, этого дриллиона, а может быть, убить. Ну, попробуем сделать сначала одно, потом другое. А термитников все нет. Зато есть волк гилрогарионов, 145-й, который кушает баранину. Обычно баранину у меня есть с собой. Вот она. Давайте-ка дадим ему кусочек один. Пусть ходит голодает. На. Да ладно, он с одного приручился. Было написано, что с двух. Как так-то? А, было же какое-то обновление арка. Точно. А я думаю, что происходит. И там было написано, что рейты будут увеличены вдвое. Я обязательно после этой серии рейты уменьшу. Ровно в два раза. Ребята, я просто забыл об этом. Ну, сейчас скоробеев приручим. Может быть, даже сейчас перезайду в игру и уменьшу. Увеличили, по-моему, в два раза рейты на добычу, рейты на приручение. Пять камушков. Нет, Х5. Все нормально. Может быть, еще не было этого обновления. Может быть, этот волк действительно должен был приручиться с одного кусочка. Опа, ребята. Скоробеи. Термитник не восстановился, а жуки, смотрите, есть. Ну, нам это на руку. Вот она, говняшка. Девяностый приручился. У меня такое ощущение, что рейты на приручение изменились, а на добычу нет. Так, и здесь 50-й, конечно же, тоже приручится. Готово. Скоробеев сразу закидываем. Поведение. Включить блуждание. Здесь то же самое. Поведение. Включить блуждание. Волчонка мы, наверное, оставим на потом. Сначала сходим, попробуем приручить Каркиноса. Потом покатаемся на них обоих, если, конечно, получится это сделать. Для начала сделаем зелье. И на этот раз надо зелье побольше, я так понимаю. Вот оно, да? Да. Надо бутылочки сделать. Бутылочки с водой. Наполняем водой сразу. Забираем. Сделаем сразу много и надолго. Редкий гриб, редкий цветок. Я, кстати, не помню, сколько у меня осталось их. Может быть, не так уж и много? Да, у меня нет их. Вот это печаль. А где тут можно нафармить? Ну, я подозреваю, что можно нафармить вот здесь в болоте. Один редкий гриб. Класс. Ну, семена тоже нужны, так что собираем. Одиннадцать редких грибов. Девятнадцать. А, вот, с грибочков собираются. Шикарно. Сейчас один раз и навсегда наберем. У меня даже лагать начинает. Кошмар, когда я фармлю догон, у меня игра подвисает жестко, вообще жестко. Но это из-за того, что он поднимает огромное количество ресурсов. Так, еще пять уровней. Я готов. Единственное, что надо взять побольше тухлячка, наверное. Хотя, погнали приручать Каркинуса. Я надеюсь, что это сработает, что это зелье как раз таки то, что нужно. Потому что в прошлый раз, когда я подошел к Каркинусу маскировочной одежде в полимерке, он тут же за мной побежал. Что в луче? Седло, седло, фляга. Поставлю-ка я в пустыне телепорт. О, дохлый Каркинус. Уровень 55. А что взрывается? А, Инфернал Василиск. Теймабл пассив. Ну, подозреваю, что он будет кушать яйца. Ой-ой-ой-ой. Как-то жестко выглядит. Телепорт. Сразу назовем его пустыня. Осталось найти хорошего Каркинуса. Я одного точно помню в той стороне, но там был рядом Лич и там Гидра. Если он куда-то в стороночку отошел, мы попробуем его приручить. Здесь все еще продолжается бой. Я вообще в душе надеялся, что боя уже нет. Гребаная Гидра. Пежон 135. Я думал, 145. Ну ладно. Пойдем. В урон 13. Он совсем грустный. Прям вот от слова совсем. Как видите, я понизил рейты на приручение. Они теперь Х3. И Каркинус будет приручен с 12 кусочков тухлого мяса. А до этого показывало 8. По хорошему счету его бы закрыть. Как-то я об этом не подумал. У меня бегемоты вроде бы дома были. Блин. Можно, конечно, вернуться, взять бегемоты и попробовать его закрыть. А можно приручать вот так вот. Прямо в дикой природе. Нет. Все-таки вернулся домой. Возьму ворота. Закрою его. Надо, чтобы он отагрился и сидел себе спокойненько. Я только сейчас понял, что в Гаргулье невозможно посмотреть в глаза. Видите, как? Ладно. Последнюю стеночку. Где-то вот здесь. Сбил, зараза. Улетаем, улетаем. Как же он жестко сбивает. Раз, два, три, четыре. Все. Отдыхай. Ты же здесь не пройдешь? Блин, серьезно. Подобрать. Успеваю подобрать. Быстрее, 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 быстрее. Мне надо забрать воротину. Оп. Спрыгивай. И подобрать. Опа. Все, нет ее. Ты заходишь. И вот так ставим. Единственное, чего я боюсь, что когда он бьет эти ворота, его нельзя покормить. Вот это да. Это опасно. Это для меня момент непонятный. Может быть, придется всю эту конструкцию разбирать. Давайте, ладно, пробовать. Мне еще, возможно, зельев не хватит. Точнее, абсолютно точно не хватит. Нет, его нельзя сейчас кормить. Придется все это разбирать. Сразу кушать захотелось. Все, успокоился. Я все еще не могу его покормить. Есть. Дал кусочек. 13 процентов. Да. Зельев надо будет еще. Валим быстрее, пока он не увидел, что это я. Вроде бы оглушение не падает. Надо только подождать теперь, когда он проголодается. Времени прошло немерено. Он до сих пор не голодный. Должно быть написано Ready to eat, но этого не происходит. 1300 еды уже слетело. Буду ждать дальше. Этот гад еще и поперся в воду. Ready to eat. Наконец-таки. Погнали. Сейчас я потрачу еще одно зелье. Я чувствую, что придется еще идти домой. И одно-два зелья крафтить. Надеюсь, пронесет. Он не загрязный. Кушаем. 60 секунд у меня есть, чтобы его нормально покормить. Чтобы его покормить, надо подбегать вот прям в башке, я так понимаю. Вот видите, проскакивает. Дал еще кусочек. Он может еще покушать. 47 секунд. Может быть, получится его еще раз покормить. Ждите, пока проголодается. 40 секунд. Это будет экономия. Нет. Есть. Опять Ready to eat. Да он так и голодал, кстати. Нормально. Неожиданно. То вообще не надо, а то, пожалуйста, три раза подряд покормите меня. 20 секунд. Надо уже бежать, на самом деле. Надо валить. Лучше отойду. Не буду рисковать. Подожду, пока кулдаун пройдет. Выпью еще одно зелье, и потом подойду покормлю. Но потому как все движется, мне надо будет точно меньше девяти даже, наверное, кусочков. Ну, может быть, девять максимум. Когда выпиваешь это зелье, у тебя есть 60 секунд, чтобы покормить существо, но кулдаун у него 120 секунд. Вот осталось 27. Я думаю, вот так по три кормежки. Мне где-то два подхода еще понадобится. Может быть, три. 10 секунд осталось. Паркуем горгулью. Опа. Главное, чтобы он в эту сторону не пошел. Пьем зелье и побежали. 10 секунд я только бежал к нему. Тихо-тихо. Только что было. Покормил? Или нет? Да, покормил. Нормально. Только не уходи под воду, я тебя прошу. Просто не знаю, будет ли он под водой кушать. Еще покормил. 27 секунд. Шанс есть покормить и убежать. Но это не точно. Как только будет оставаться 10 секунд, я побегу обратно. 17 секунд, покушай, пожалуйста. Есть. Ready to eat. То есть, надо один раз дождаться, пока упадет голод. Ну, ждал я долго, как сказать, очень долго. Но зато потом можно кормить практически безостановочно. Ну, насколько вам позволят зелья. Сюда что ли идет? Нет, вроде. 3, 2, 1. Погнали. Идет горгуль, к сожалению. Но я думаю, что успею. Прыгаем. Есть. Неужели последний раз осталось покормить? Я в это не верю. Ну, давай уже, открой лапки. Вот, он готов покушать. Нет, не готов. Я думал, он открывается вот так, когда готов покушать. Но он просто останавливается. Есть. Давай, давай, давай. Давай, кушай. Засранец. Есть. Есть каркинос. Класс. Пойдем. Шикарно. Шикарно. Мы идем на базу. Гаргуль, она сегодня отработала свое питание. Можно запарковать. Червяк. Так, кормушка. Ну, ладно, не буду уже переделывать кормушку. На волка гилрогаринов. Нужно ли седло какое-то? Нет, он управляется без седла. На каркиносом мы седло видели. Надо его сделать. Это обычная. Пириан каркинос седл. А где необычная? А, вот оно. То есть, от обычного он отличается тем, что там 30 брони. И тем, что нужен дролион гем. Понятно. Ну, давайте пока что обычное тогда сделаем. Убьем дролиона. Посмотрим, падает ли с него этот камень. Волка в стороночку. Ну, давайте, наверное, не в стороночку, а на нем именно и начнем. Выглядит он как панк. Панкуха. 3848 хп. 684 выносливость. Выносливости маловато. Сразу добиваем до 1000. Вес 499. Урон 391. На левую кнопку мыши. Кусает. На правую. Воет. Ну, возможно, какой-то стайный баф дает это. Носи. Ничего. Ихс ничего. Альт контрол ничего. Пробел. Прыжок. И мне кажется, что он чуть помедленнее, чем обычный волк. Вот, по моим ощущениям. Хотя я, может быть, давно не ездил на обычном волке. Но скачет он скорее как коня, не как волк. Дратути. Фиуми. Бонжорно. 176. Тихо. Фиуми может убежать от волка. Представляете? Теперь посмотрим, что этот вой показывает или не показывает. Ничего не показывает. Понятно. Я думал, он покажет раненую или мертвую дичь. Там что-нибудь, сундучки и так далее. Но не фигушки. Артроз 25. Можно попробовать подраться. Путь отсюда. Путь отсюда. Путь отсюда. Путь отсюда. Путь отсюда. Засранец бьет в две головы. Что там по уровням 5. Сейчас посмотрим, как прокачивается. Скорее всего, сейчас будет бить где-то 216. По моим ощущениям. 215-216. Прикинул на глазок. о мамонт какой блестящий наверно хочет чтобы его покусали а нет их два тут ладно кофе 225 но это побольше чем я рассчитывал социалки у мамонта нет у меня с двух сторон атакуют пойду-ка я отсюда они на мамонта целая куча диодонов дойдите в жопу мне все догоняют все пытаются убить отвалите ну что убьют у меня нет стамины чтобы убежать боюсь что волк геларагаринов может погибнуть не могу убежать реально не могу минус один может быть справлюсь может быть повезет давай 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 справляйся справляйся и пойдем домой да молодец посмотрю кто это кобальды понятно сейчас мы кобальдом вернемся волку явно нужно отдохнуть ну а теперь прокатимся на каркинося держи седло 13 тысяч семьсот двадцать восемь хп 3600 выносливость вес 1700 урон 342 качать будем в урон пока что кушает он тухлятинку видимо ну на вот тебя он прыгает все могу зажать и прыгнуть ну как любой нормальный каркинос на левую кнопку мыши удар левой на правый удар правой носи непонятно что он такой делает на из такой удар с размаху alt control это удар по кругу что ли интересно где тут кобальта только что ходили а вот они вы вообще приучаетесь они пассивно приучаются слушайте может быть они даже хорошие ребята давайте не будем их трогать они не 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 отбой наверно придется этих кобальтов замочить урон 106 но скорее всего социалка у коси вот эту кнопку на control пусть 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 по кругу блин почему такой маленький урон пойму я ожидал чего такого эпичного бежит хватит кобальта уже остался в клешнях у нас до остался вижу его если приглядеться вот он а теперь я могу его добивать до аккуратненько пока он сидит в руке ну не знаю вот теперь после того как я покатался за картинность я не знаю стоит ли мне заморачиваться с седлом которое всего лишь на 5 брони больше о здравствуйте ребята кстати смотрите-ка он поп посильнее бьет 203 давай давай ютика завалили 14 уровней нормально конечно можно пойти сейчас в пустыню и прокачаться но и не хочу каждый раз прям туда идти кстати двумя лапами 489 бьет шикарно вам 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 все до свидули еще один аргент хватило жесть он конечно был ты хается там где он они все уже не был ты хается рот раскрыл ждет свою участь не он сильный он реально сильный чуть как ты резко потемнела я думаю что сейчас и займусь огородом потому что скорбей их накопилось удобрения можно уже посадить пусть растет себе потекусь итак 1 2 3 4 5 6 7 8 9 будет 5 морковки 5 кукурузы здесь посередине мы посадим допустим не знаю что здесь допустим картошка здесь посередине будут лимоны вот только вопрос будут ли грядки сверху на этих мостиках орошаться это мне неизвестно запрыгнуть аккуратно давайте поставим я хотел вот такие поставить здесь вот так не орошается орошается то есть нужно поставить просто трубу чуть поближе нормально давайте делать специально выждал какое-то время ну наверно чуть больше игровых суток чтобы показать вам какой у меня получился огородик пока что не все выросло по полной программе одна картошечка только по моему достигла максимальной зрелости и морква плодоношения да здесь да уже подношения здесь пока что нифига но по моему вполне себе уютный огородик единственное что пришлось добавить максимальное количество вот этих кранов потому что верхние грядки не орошались сейчас они орошаются но кранов конечно многовато кому это когда мешало я огородом доволен мне нравится даже вот этот камень как-то вписался в общий интерьер осталось только здесь сделать спуск вниз а на этом ребята серию я буду заканчивать если понравилось поставьте пожалуйста лайк всем спасибо за просмотр всем пока